приветствую на канале друзья с вами белогор речь сегодня пойдет о шумерской цивилизации древний манускрипт под названием королевский список царей он написан на языке шумеров и включает полный список шумерских правителей и их династий которые правили как в самом шумере так и на соседних территориях напомню что территория шумера нынче является южным ираком первый фрагмент этого редкого текста нанесенного на клинообразную доску возрастом около 4000 лет был найден в 1900 году ученым германом хилприштам на раскопках древнего непура он был опубликован в 1906 году позже было найдено 18 фрагментов этого списка большинство из которых датируется периодом правления династии и зинь призмы высотой 20 сантиметров содержат надписи на всех четырех сторонах по две колонны текста с каждой есть предположение что эти камни когда-то стояли на деревянном стержне их можно было вращать и таким образом читать надписи на всех четырех сторонах в этот список включены правители из древних династий написано как предполагается до потопа заканчивает которую 14 правитель династии изынь список этот имеет большую ценность так как в ней описано хронологическая последовательность разных периодов царствования на шумерской земле также этот список помогает составить генеалогическое древо в этом шумерском списке описывается самое начало возникновения престола наследия которая рассматривалась как божественный институт царь в это время снизошел с небес правителей самых ранних династий правили в течение фантастически долгого периода так в списке царей описывается правление когда царь снизошел с небес царство было в эрегуде в эрегуде а лулин стал царем он правил 28 тысяч 800 лет а лейджар правил 36 тысяч лет два царя они правили 64 тысяч и 800 лет некоторые правители например такие как и тана и гильгамеш являются фигурами мифическими или героями легенд чьи подвиги описываются в остальных шумерских табличках этот ранний список упоминает восемь царей которые правили в общей сложности 241 200 лет начиная со времени когда царь снизошел с небес и до времени когда потоп смыл землю и снова царство опустилось на землю уже после потопа естественно на этот счет выдвигаются разные гипотезы одни утверждают что использование таких сверхчеловеческих дат просто пренебрежение в исчислении их и не следует такое принимать всерьез другие полагают что такие периоды возможно реально имели место быть и на самом деле первые цари были некими богами которые были способны жить намного дольше людей кто-то предполагает что невероятно долгие периоды могут олицетворять какую-то ценность и важность в представлениях древних жителей однако послепотопные правители были отражены в реалистичном исчислении кто-то говорит что первые цари это всего лишь вымысел и нет никакой связи между ними и исторически доказанными правителями которые были впоследствии воспеты в мифах и легендах после так называемого великого наводнения в шумерских списках отражается более конкретные даты царствования таким образом в шумерском королевском списке задокументирован не только великий потоп в ранний период человеческой истории но как и в библии тенденции к снижению лет жизни людей было намного дольше до наводнения в периоды после потопа она стала намного короче шумерский список это очень странный документ в современное же время одним из величайших археологических открытий стало нахождение так называемой гробницы пуаби это древнешумерская царица она правила в древнем ираке это открытие вызвало большой резонанс не только из-за качества сохранности гробницей но и также из-за обнаруженных в ней тел так нахождение этой гробницы предоставило редкую возможность для человечества гробница была найдена экспедиция британского археолога Леонардо Вулли она оказалась нетронутой об этом свидетельствует ее целостность там было найдено приличное количество металлических и других предметов которые находились на стене гробницы также был найден драгоценный головной убор из 20 золотых листьев двух нитей лазурита и сердоликовых бус а также был найден гребень из золота все это украшение было найдено на теле царицы каменные бусины свисали вертикально до пояса на ее торсе все это датировалось около тремя тысячами лет до нашей эры самая важная находка была сама шумерская царица которая была обнародована международным сообществом археологов и историков в то время это событие привлекло внимание ученого Захаря Сичина который плотно занимался изучением шумерской цивилизации он был ученый и писатель его знаменитая теория о внеземном происхождении жизни известна всему миру судебно-медицинские эксперты из музея естественной истории в Лондоне описывали в своем отчете возраст царицы Пуаби на момент смерти ей было около 40 лет эти новые земные обитатели были рассматриваемы ближневосточными культурами как боги или полубоги Захарий Сичин утверждает что эти пришельцы которых он называет анунаками были упомянуты и в шумерских письменах а также в Библии царица правила в первую династию Ура Захарий Сичин объяснил что царица Пуаби не просто человек а она была шумерской богиней которая была носителем генетической линии инопланетян которые прилетели с Нибиру многие эксперты спорили по этому поводу важным моментом в деле стало обращение к экспертам криминалистам музея с просьбой провести анализ ДНК тестов останков шумерской царицы это по словам Захария Сичина должно было подтвердить его теорию которую он написал в 1970 году что характерно царица имела очень большой череп в своих просьбах провести ДНК тест Сичин обращался к сообществу которое часто отвергало его теории он даже заявлял что готов сам оплатить стоимость этого теста из собственных средств чтобы раз и навсегда прояснить все сомнения Сичин надеялся на то что он может сравнить генетический материал древней царицы с современным человеком и по его словам он непременно будет обладать недостающими генами которые не даны людям но по прежнему ДНК тест не был проведен или был проведен но не был обнародован по какой причине неизвестно к слову говоря в феврале 2001 года ученые торжественно объявили что геном человека полностью расшифрован начнем с того что геном человека насчитывал в себе не 140 тысяч генов как предполагалось изначально а всего лишь 28 тысяч было обнаружено что геном человека содержит 223 гена которые не встречаются больше ни в одного животного на земле их не было ни в каких эволюционных лестницах они не переходили со ступени на ступень а появились внезапно именно у человека в то время встал вопрос каким же образом человек мог приобрести такое множество генов загадок ученые пришли к мнению что гены появились внезапно уже у сформировавшегося человека ученый Стивен Шерер сказал этот скачок не укладывается в современные эволюционные теории мы не обнаружили четкого источника бактерий для предполагаемой горизонтальной передачи генов исходя из гипотезы что гены передали человеку бактерии но Захарий Сичин по этому поводу сказал что человек в его нынешнем виде был создан путем генной инженерии и поэтому как он считает есть масса доказательств в Ветхом Завете сохранились версия посещения земли некими сущностями в Библии по мнению Сичина дан лишь пересказ значительно более древних шумерских и аккадских текстов которые когда-либо были написаны на глиняных табличках в них человека создали анунаки которые пришли с неба на землю по словам ученого эти индивидуумы прибыли на землю приблизительно 450 тысяч лет назад с места по имени Нибиру или Мордук предполагается что это планета если верить теории шарообразной земли она вращается на орбите и лишь раз в 3600 лет появляется в поле зрения нашей планеты эти анунаки в поисках полезных ископаемых высадились на землю им в одно время понадобилась рабочая сила один из руководителей экспедиции по имени Янки предложил усовершенствовать гены одного из животных который в тот момент обитал на планете земля и добавить к ним гены анунаков после нескольких проб и ошибок была наконец получена подходящая модель и 223 гена появились именно от пришельцев первый человек был создан именно в качестве раба и не случайно первое название в шумерских текстах лулу переводится как раб или работник или слуга все же эти рабы божьи их именовали в библии именно так должны были служить небесным повелителем постепенно срок жизни рабов был сокращен это объяснялось тем что люди по мере создания и жизни очень активно стали размножаться и каждое новое поколение было легче обучить и оно подчинялось Сичин утверждает что людей попросту изначально клонировали потом богам надоело каждый раз воспроизводить человека в лаборатории и они дали ему мужские и женские хромосомы эта генетическая операция была описана в одном древнейшем источнике вавилонском мифе Атрахасис он был как бы своего рода первой инструкцией по клонированию первых людей семь родились мужского рода семь женского субтитры и